Всем обвиняемым в коррупции при реконструкции теплоэлектроцентрали Бешкека судья Свердловского райсуда продлила меру пресечения под стражей до 12 декабря в отношении семерых обвиняемых о подписку о невыезде бывшему министру финансов. До сегодняшнего дня в судебных заседаниях было допрошено более 90 свидетелей и экспертов. Подробности дела в следующем материале. Вопросы по строительству ТЭЦ возникли после произошедшей аварии в январе 2018 года, когда в адский холод горожане на несколько дней остались без тепла. После этого была создана депутатская комиссия для изучения причин аварии и затрат на модернизацию теплоэлектроцентрали, подозревая, что здесь не обошлось без коррупции. Тогда и общественность узнала о махинациях и прославленных плацкогубцах за 600 с лишним долларов. В очередном судебном процессе в Сыжиловском райсуде председательствующая судья Инара Гелезетинова удовлетворила ходатайство стороны защиты о вызове свидетелей и экспертов. Однако защита не смогла обеспечить явку свидетелей. Состязательность процесса в том и заключается, что сторона защиты и сторона обвинения, обладая равными правами, должны обеспечить своих свидетелей. Ну, складывается парадоксальная ситуация, когда защита заявляет о том, что они хотят пригласить свидетелей и сами же их не приводят. И в отдельных случаях пытаются переложить эту обязанность на нас. То есть это прямое нарушение уголовно-процессуального кодекса. Обвиняемыми в данном деле проходят Сапар Исаков, Джентурис Атабалдеев, Осмобик Артекпаев, Айбек Калиев, Ченешпек Назаров, Салайдин Авазов, Темерлан Брымкулов и бывший министр финансов Ольга Лаврова. До сегодняшнего дня были допрошены в качестве свидетелей 90 человек. Сегодня суд рассмотрел продление меры пресечения в отношении обвиняемых и продлил меру содержания под стражей до 12 декабря 2019 года в отношении семерых обвиняемых и подписку о невыезде в отношении одной из обвиняемых. Необходимо отметить, что процесс проходит в условиях строгого соблюдения требований уголовно-процессуального кодекса с обеспечением равенства и состязательности сторон. Напомним, что после аварии на ТЭЦ всего было возбуждено три уголовных дела по коррупции при отборе подрядчика на модернизацию, по недостаточной подготовке к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов, по отмыванию денег, выделенных на ремонт ТЭЦ. Эксперты, в свою очередь, отмечают, что народ Кыргызстана верит и ждет, когда же будут наказаны виновные в этой аварии. Я думаю, что действительно нельзя торопиться, поскольку это было очень резонансное дело. И практически весь Бишкек мы все знаем, мы все мертвы пять дней, поэтому суд должен вынести соответствующее решение. Напомним, что по факту коррупции при подготовке, подписании и реализации проекта модернизация ТЭЦ Бишкека, согласно выводам экспертов, государству был причинен ущерб на общую сумму более 5 миллиардов сумм, или же 111 миллионов долларов. Чебек Шашембиева, Бактвек Мамацаев, Пирамида.